Группа поддержки Виталины Цамбалюк-Романовской в преддверии прямой линии Владимира Путина обратилась к президенту с открытым письмом. Люди требуют наказать оклеветавшего киевскую пианистку актера Владимир Владимирович, почему народным артистам позволено оскорблять и унижать людей, вопрошают авторы послания. В октябре 2017 года Армен Джигарханян решил развестись со своей женой Цамбалюк-Романовской, об этом он сообщил ей не лично, а через средства массовой информации. В эмоциональном порыве он оскорбил свою жену на всю страну. Тут же подхватили это другие артисты, они унижали и оскорбляли Цамбалюк-Романовскую, как могли, появлявшиеся на первом канале артисты провоцировали Виталину, хамили ей, продолжали лгать и распространять сплетни. Не каждый человек может спокойно реагировать на хамство, особенно если длительное время на него клевещут. Особое возмущение вызвало поведение Тамары Семеной, ворвавшись в студию, она с налету обхамила, обозвала Цамбалюк-Романовскую. Когда Семеной сделали замечание, она удивилась, как «Ей, народные артистки, делают замечание». Стоит заметить, что в том скандальном эфире хамила именно Виталина, она чувствовала себя королевой и даже пыталась избить 79-летнюю Семену. Но рукоприкладство помешало охрана, как ведут себя люди культуры, какую мораль они сейчас несут, унижать, уничтожать человека, если он без какого-либо звания, почему у нас никто не спросит с народного артиста за его поведение, Джигар Ханяна можно было бы вызвать в Департамент культуры Москвы и спросить с него, почему он вынес свою частную жизнь на обсуждение общественности, почему он дома не поговорил с женой, ведь в советское время такое делать артисту было непозволительно. А тут не просто артист, а со званием, да еще руководитель. Если он не в состоянии в силу возраста, по состоянию здоровья или по каким-либо еще причинам отвечать за свои поступки, как он может руководить театром, оговоримся, Арман Борисович Сор из избы не выносил по ток-шоу, а только, пусть говорят, было 26 эфиров, не ходил пресс-конференции, не собирал и по-моему никого не поливал. А то, что он кричал на молодую жену «Воровка! Посадить воровку!» видимо у него были на то основания. Про всех, кто не хвалит киевскую пианистку, авторы обращения к Путину пишут, они илут, оскорбляют, унижают, гнабят. Это просто безнравственно, надо с этим что-то делать, благодаря бескультуре некоторых людей культуры происходит разложение моральных устоев, должна быть двойная ответственность у известных людей за безнравственные действия. Должны же быть какие-то инстанции, чтобы привлекать их к ответственности, при этом ответственности для Самбалюк-Романовской никто почему-то не требует. Напомним, что знакомый с ситуацией Мануил Коган, сиделкой у матери которого начинала карьеру в Москве Виталина, заявил Джигар Ханян, стал жертвой безобразного процесса устроенного Самбалюк. И только непрекращающаяся борьба поможет с ней справиться. В том числе и письмо Путину, которое появилось, у нее надо все забрать, все, что она нечестным путем нажила, украла и отжала у артиста, ей необходимо перекрыть кислород. И ее покровителям, которые помогают ей. Ведь она обманным путем влезла к Джигар Ханяну, прикрываясь любовью, но имея корыстные цели. Субтитры создавал DimaTorzok